Всем привет, друзья! Вы на канале WebDeveloperBlog. Не забывайте подписаться на канал, а также поставить лайк этому видео. Мы продолжаем изучение Java с нуля, и в этом видео мы рассмотрим методы. Тоже важная тема для основ программирования, и обязательно вы с ней столкнетесь в программировании любого приложения, так что обязательно запоминайте все, что будет в этом видео, но для начала минутка рекламы. А закрепить на практике теорию по Java поможет JavaRush. JavaRush – это курс по основам Java с сотнями часов практики программирования. Курс построен в интерактивной игровой форме и содержит 1200 задач. Все решения проверяются мгновенно и автоматически, так что не нужно ждать, пока преподаватель посмотрит ваш код. Регистрируйтесь на JavaRush по ссылке в описании и нарабатывайте реальный скилл Java-разработки. Если переменные константы хранят некоторые значения, то методы содержат с собой набор операторов, которые выполняют определенные действия. И давайте запишем какой-то определенный метод. Давайте начнем с простого. Выведем какой-то текст и я расскажу на примере. Смотрите, здесь у нас есть главный класс любой программы на Java. Он у нас содержит метод main, который служит точкой входа в программу. Здесь у нас ключевые слова public и static являются модификаторами. Далее идет тип возвращаемого значения. Ключевое слово void у нас указывает на то, что метод ничего не возвращает. Затем идет название метода main и в скобках у нас параметры метода это string.args. И в фигурной скобке заключено тело метода, все действия, которые он у нас выполняет. И давайте на этом примере создадим еще несколько методов. Давайте создадим метод hello. И здесь мы будем выводить какой-то текст. Точнее, внутри данных фигурных скобок. И давайте создадим еще один метод. Welcome. И здесь тоже запишем какой-то текст. Здесь определены два дополнительные метода, то есть hello и welcome. И каждый из которых у нас будет выводить какую-то строку на консоль. Методы у нас определяются внутри класса. В данном случае у нас класс main. И в котором у нас также определен метод main. Но если мы скомпилируем и запустим сейчас данную программу, соответственно, у нас выведется только то, что определено в методе main. Здесь мы определили два метода. Но мы их нигде не вызвали. То есть, по умолчанию в программе Java выполняется только метод main и все его содержимое. Думаю, с этим понятно. Поэтому, если мы хотим, чтобы другие методы выполнялись, их надо вызвать в методе main. Итак, здесь для того, чтобы нам вызвать другой метод, нам необходимо прописать имя метода и его аргументы. Ну, в данном случае у нас hello метод и также метод welcome. Никаких аргументов, как вы помните, у нас здесь нету. Ну, позже сделаем с аргументами. И единственное, что нам необходимо добавить, это модификатор static. Сейчас я расскажу, почему. И давайте вызовем данные методы. И, соответственно, все, что в этих методах прописано, у нас вызвалось. И давайте сделаем еще раз. Вызовем еще один какой-то метод для примера. И поймем, для чего оно все. У нас в методе main, соответственно, вот он у нас, вызывается один раз метод welcome. Вот он у нас вывелся теперь. И два раза выводится метод hello. Метод hello у нас выводит просто текст hello. Соответственно, в этом и заключается одно из преимуществ методов. Мы можем вынести некоторые общие действия в отдельный метод и затем вызывать многократно их в различных местах программы. Поскольку оба метода не имеют никаких параметров, то после их названия при вызове ставятся пустые скобки. Также следует отметить, что чтобы вызвать в методе main другие методы, которые определены в классе с методом main, нам необходимо вставить модификатор static. Ну, соответственно, вот все, что мы вывели, примерно так и отработает. Ну, это все неограниченное количество раз мы можем использовать. И если мы вызовем еще раз данный метод hello, то, соответственно, он также определится. С помощью параметров, которые вводятся в круглые скобки, мы можем передать в методы также различные данные, которые будут дальше использоваться для вычислений. И, к примеру, самый классический пример у нас это... Давайте это все удалим. Пропишем static. Void и самый просто классический пример — это сумма чисел. Здесь мы передаем параметры. Соответственно, нам нужно указать данные параметры и их тип данных. Это у нас integer x и integer y. Соответственно, это будут числа. Далее мы определим переменную z, где у нас будет x складываться с y. Ну, и, соответственно, затем это все будет выводиться. Будем вводить переменную z. Далее в данном методе main, главном, мы можем вывести данный метод, sum, сам точнее. И здесь нам необходимо определить определенные числа, которые у нас будут складываться. И давайте их также определим. создадим несколько чисел, переменных с числами. К примеру, это будет 4. И b у нас будет там 19. Соответственно, здесь a и b мы ставим через запятую и вводится наш ответ. Ну, а также, что интересно, мы можем здесь вводить не только какую-то переменную, а, допустим, и какие-то просто числа. И, соответственно, здесь так же. Примерно так это работает. Попробуйте у себя, чтобы вы на практике поняли, что это и как это, и ощутили. Потому что все это надо прописывать, все это надо практиковать и самостоятельно. Единственное, что, так как у нас здесь определен метод sum, и в нем параметр является числом integer, то здесь, соответственно, мы не можем ввести какой-то, я не знаю, какой-то текст или еще что-то, потому что у нас будет тогда ошибка. Ну, думаю, что с этим все понятно. То есть обязательно строго учитывайте тип данных, которые вы ввели. Если мы хотим немного изменить, допустим, давайте сделаем другой метод. Здесь определим string, а здесь у нас будет просто вводиться какое-то определенное число. Здесь x, а здесь у нас y. И, соответственно, здесь у нас будет вводиться наш метод display. И теперь здесь мы можем вводить какое-то значение в строке. И здесь мы можем вводить тот тип данных, который мы ввели, к примеру, 9. И, соответственно, вот так вот это все вводится. У нас теперь есть два параметра. Первый параметр у нас представляет тип string, а второй у нас будет тип integer. Поэтому при вызове метода вначале в него надо передать строку и затем передать число. Также, если мы, конечно же, здесь поставим не тот тип данных, у нас получится ошибка. Ну, думаю, что с этим мы уже разобрались. Поэтому, думаю, вы прекрасно понимаете, как и что здесь теперь работает. Далее давайте поговорим о том, что методы могут также возвращать некоторые значения. Для этого применяется оператор return. И сейчас мы более подробно поговорим, как это все делается. Давайте это пропишем. Вернем наш метод сам. Далее здесь у нас будет также int x, y и также добавим сюда еще одну переменную z. Далее здесь у нас будет прописано ключевое слово return. И здесь у нас будет x плюс y плюс z. Единственное, что здесь теперь нам нужно передать тип данных, который у нас будет возвращаться. Далее здесь мы выводим наш метод сам. Далее здесь давайте определим какую-то переменную, к примеру, a. И здесь мы будем использовать наш метод. И давайте определим здесь числа 6, 7, 8. Видите, нам IDE сразу подсказывает, какие это у нас будут параметры. И далее, как мы уже привыкли, выведем эти значения с помощью переменной a. Давайте сохраним и посмотрим, что у нас получилось. Соответственно, мы легко также можем возвращать все значения с помощью ключевого слова return. Но для того, чтобы их вернуть, нам необходимо также передать нашему методу тип возвращаемых значений. Ну, в принципе, все просто. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментарии. Я на все отвечу. Спрашивайте, что у вас получилось, не получилось. Пишите ваши примеры с методами. До новых встреч. Всем огромной-огромной удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok